всем привет потемнее стало на моем любимом месте а почему выставку закрыли а когда закрывает выставку свет уже не нужен потому что нечего подсвечивать галереи они конечно темы прекрасны что даже когда они закрыты через окна можно что-то посмотреть но сегодня все экспозиция закончилась чуть-чуть света есть прохладно сразу скажу поэтому много времени у меня это не займет принципе на кубке я уже делал обзоры и вряд ли это будет что-то новое кроме того что это 1981 год я такую там сравнительную делал когда была дегустация общей линейки но вот мне кажется что иногда можно и отдельно поговорить о каком-нибудь винтаже хотя честно говоря параметры винтажа я не знаю и вообще откуда вопрос возник дело в том что вот у вас стоит например на полке 79 мне у вас а вообще предположим стоит а может у вас 79 81 85 66 2003 1995 97 и вам говорят какое бы порта сегодня открыть и принципе вот это стоит 15 динар я бы предложил наверное 40 летний до порта может быть не так холодно сейчас но как бы ты сразу понимаешь уровень а здесь как бы ну вот мне кажется здесь выбор такой наугад потому что я насколько помню мне 79 больше всего понравился еще какой-то но я не уверен что 81 соответственно есть возможность его проверить значит налито совсем чуть-чуть и даже в бокал из-под шери из-под хереса но он поменьше чем португальский ну для порта я имею ввиду и поэтому в нем хотя бы будет немного лучше видно издалека вернее как бы так вот сбоку кажется что это такой коричневый цвет но на самом деле он краснит не знаю будет ли видно или нет он краснит особенно к низу хотя с другой стороны желтизна такая кирпичизна да она такая очевидная и когда вино конечно в большем объеме налито она стуки больше воспринимается красным но таким красным терракотова красным давайте так говорить и она такой непрозрачная в общем-то все что присуще старым вином старым портвейном мы до к почему у меня новая бутылка почему не могу поставить показать 100 ну открытую и если там осадок или нет потому что но ее унесли не допили унесли что не все любители этого стиля нужно за столом еще были другие вина поэтому часть унесли с собой это как бы логично но вот часть тогда получается эксперимента но вернее как экспириенса для нас закрыта давайте к вину значит цвет он прозрачный принципе но я говорю какая-то взвесь у него есть поэтому вот чистым в полном понимании его сложно назвать хотя нет дефекта когда вот вино не чисто именно из-за того что там например плохие кондиции были по хранению например холод да и она становится таким мутным грязным мутным здесь все-таки мутный такой прилично ну вот сами видите если видите так ароматика яркая и не старая что я сбился так значит старая да вот с одной стороны ярко не старая зубу страны старая неяркая то есть вот такой вот баланс между 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 старостью и тем что калейта сама по себе в себе всегда ли и леет это как раз таки яркости молодость да и когда мы открываем старые года это не значит что они будут соответственно старые да то есть какой-то вот стержень молодости но вернее изначального винтажа изначально винограда в нем остается вот первый раз что-то было такое сушеная не доходящее до кураги но может такое яблоки и груши и айва сейчас почему-то перегородки ореха то есть ближе вот к хересом да какой-то коньяк сигары и специи очень богатый богатый спектр но при этом он тихий его надо различать с ним надо сидеть вернее с ним как можно сидеть но не сильно углубляться но в принципе все на память на поверхности но все ноты не играют одновременно то есть такая симфония которую можно ловить очень приятно при этом да вот остается но то такой какой-то некой яркости которая подразумевает и кислотность и какую-то фруктовость давайте попробуем 81 год это как раз больше 40 лет но только 40 40 она сразу в стиле то не делается а здесь все-таки руби выдерживается до состояния то не скажем так то есть это разные направления и конечно очень приятно наблюдать за винтажами и за их развитием вот я не сейчас не вспомню пробовал я 81 или нет далеко копаться надо в общем очень классно ну никогда не поверишь что вину 40 лет чем она приятная классная хорошая кислотность большой сахар тут 100 грамм чувствуется может даже их чуть чуть больше все-таки она больше ореховая в послевкусие особенно есть какой-то присутствует тона сухофруктов но они такие достаточно яркие приятные очень сложно его описать вот как что-то комплексное да это больше вот как я сказал что по нотам вот так же и вкус здесь разлит немножечко до сложно назвать его монолитным скорее всего это такой вот вибрация такое играющее причем она не изменяется само по себе а ты как бы просто в какой-то момент чувствуешь какую-то ноту более ярче конечно после вкусе оставляет в основном для себя вот эти сухофрукты и ноты ореховые да с каким-то там кондитерскими нотами ну вот память о кислотности до 1 такого легкой атаки атакой то это не назвать но все-таки это чувствительно все-таки такая вот память остается и как бы впечатление но не от послевкусия скорее от всего вкуса